Надо записать, как будет перевод вот этих двух фраз, и как перевести «Я увидел тебя». Значит, он увидел. Хорошо. Он увидел тебя. Итак, сначала ищем закономерность. Как только вы являете какую-то закономерность, можете поднять руку и сказать, где, в какой строчке. Они все пронумерованы. Вам кажется, что есть закономерность. Ты хочешь сразу вместо имения «они» в множественном числе показать. Хорошо. И что ты думаешь, что это будет? На конце. Да, надо сначала определиться с глаголами. Действительно, «я» — «его», «ты» — их множественное число, «меня» — «он» — их тоже множественное, «он» — «его», «они» — «тебя», «они» — «меня». Значит, «они» — множественное число, и в этих двух, шестой и седьмой, у нас соответствуют вот этим частям «ил». Поскольку никаких других не совпадает частей из этой фразы, то можно сделать вывод, что «ил» соответствует местоимению «они». «Ударил» — это «и», «ю», «а», «ш». Мне кажется, что вот эта вот такая часть. А теперь это и «он». Вот тут вот то же самое. Итак, давайте крупненько, крупненько вот такую основу, да, сделаем. Ударил. Так. Ударил. Все? И вот здесь. Вот так, да, будет? Ударил. Ну и, соответственно, если ударил мы нашли, то и увидел автоматически, да, получается. Давай, по-моему, где у нас «увидел» тогда, будешь? Что мы возьмем? Итак, вот эту, да, часть возьмем покрупнее, потом будем увеличивать. Сначала крупненько возьмем. Итак, увидел и ударил. Да, будет? Их, да. Хорошо. А вот это вот есть таким стилем посоха, я бы сказала. Посох, только напоминает еще и Египет или Роблик, да. Это ты. Ты. Ты почему ты? Ты или тебя, да? Да, ты или тебя. Хорошо, давайте запишем. Итак, значит, здесь у нас их, да? Я вот так двумя чертами подчеркну. Их в этих предложениях. Их, их. И получится... А с чего же это начинается у нас? Классная буква, да? Да. Это будет их. И что еще мы нашли за одно? Ты. Ты или тебя. 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 Я его еще не подходит. Еще... Там еще, кажется, видите слово? Да. Не подходит. Что не подходит? Ну, мне кажется, корень. Ну, что, ну, календ. Девайте, другой будет. Слушайте. Это фраза, которая повторяется, да? Вот раз повторилась, вот повторилась, и вот повторилась, да? Он увидел его. Он увидел его. Вот здесь вот, соответственно, не он, а ты. Это что-то отличное от меня. Но я про тебя могу так же сказать, что это он. Правильно? Поэтому это ничего не противоречит. И еще раз эта фраза. Они увидели меня, да? Тоже туда вписывается. То есть, для них я и есть этот он. Ну, то есть, они увидели меня, но с точки зрения их, да? Это точки зрения меня, я и меня, это одно и то же. С точки зрения они и в точке зрения я для них все равно он. Ну, слева она. Понятно? Поэтому тоже вписывается в концепцию. Ну, вот это Н, это и меня, и я. Ага. То есть, вот это Н, да? Значит, может означать, либо я увидел, либо меня увидели. Я ударил его. Можно прочитать, его ударил я. Да? Можно прочитать, я ударил его. Можно прочитать, они увидели меня. Или, наоборот, нужно было перевести. Меня увидели они. Правильно? Это смысл тот же самый. Меня увидели они. Вот увидели они меня. Да, давайте как-нибудь возьмем, да? Это треугольничек. Н. Н. Итак, это будет я или меня. Еще. Так. В принципе-то у нас все, наверное, все разобрали. Уже можно писать. Я, да, ударил их. Это правда. Пожалуйста, кто еще что придумал? Расскажи, что сейчас будешь писать. Что-то они увидели меня. Они увидели меня. Сейчас, минуточку. Я вспомню, как меня будет. Меня это M. Я там не вижу M. Не подходит. Вот смотри, видишь, мы с тобой говорили, что везде в предложении, где я или меня, да? Сюда вот будет часть, приписывается такая M. А здесь я, видишь, у нее есть я. Поэтому если ты говоришь, что меня или я, да, она должна быть. Если ее здесь нет, значит, ты не можешь сказать я или меня. Но здесь тогда непонятно. Почему? Вот это вот. Это означает ты или тебя? Да, ты. Ну, например, ты. А вот это вот сразу увидели. Ну, ты увидел. Увидели не сразу. Увидели не сразу. Вы только что вот с Артуром обсуждали, что это непросто видеть. Это непросто видеть. Дима, как ты думаешь? Ну, я нашел глагол «ударил». Хорошо. Нам надо перевести вот это предложение. Как ты его перевестиешь? Не знаю. Так. Пожалуйста, ваша версия. Ты увидел его. Еще раз. Ты увидел его. Ты увидел его, да. Увидел его. Вот он у нас, да. Он увидел его. В данном случае мы заменяем ты в смысле он, да. Поэтому мы переписываем. Увидел его ты. Поехали. Переписывай. Ты. Увидел. Его. Ты. Увидел. Увидел его. Тебя. Где у нас? Да. Все хорошо, только чуть-чуть не так Тебя Ты тебя в начале Да, в начале предложения Вот, тебя увидели они Значит, у тебя В начало И еще раз, сходи сюда Вот, видишь, в начало конструкции ставится Тебя ударили они Дети хорошие Ты увидел их Значит, в начало конструкции поставим Тебя, да Тебя увидел он Увидел он, это вот наша такая конструкция будет Увидел он, да Увидел он Он увидел его В смысле Но когда я говорю его, это ты будешь тебя И мы тебя отметили как специально таким силом Он ударил его Может быть ударил этого тихих ударов Да Может быть А он, это может быть вот Ударил или Нет, это было увидел Увидел Это относилось бы то, что увидел Конечно, бывает так вот это Не в кровь, а в глаз Такие выражения Убить взглядом Но в данном случае у нас Увидел это совсем безобидно Может быть, он это может Может быть Может быть Вот нам надо записать не отдельными Да? Так Может быть Это вот все Во-первых, он нету Может быть Вы со мной обсудить хотите Или между собой? Придите к нам мнению и запишите Одно мнение на всех Итак, какое у вас мнение осталось? Так Ну, по-моему, тоже Итак, ну, пожалуйста Объединитесь общими усилиями Сделайте Ну, тогда давайте напишем Если никто с этим не спорит Не будем разъединять Вперед Пишем Молодцы Пишем 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 Так Ну, замечательно Зовитесь А, нет, еще не написали Вот еще на последнем Замечательно Все Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому